Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютубы зрители. С вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный ординарий Централизованной Религиозной Организации Евангелическая Лютеранская Церковь Аугсбургского Исповедания, и это 24-я серия программы «Мне важно. Жизнь Иисуса Христа». В ней мы на основании согласования четырех канонических евангелий хронологически рассматриваем жизнь нашего Господа и размышляем о том важном, что должно измениться в нашей жизни в связи с приходом Бога в этот мир. Если беспристрастным взглядом посмотреть на религиозный мир, то ты увидишь, что большинство религиозных людей тратят время, отведенное им на общение друг с другом, на то, чтобы доказать, чья вера лучше. Посмотрите на нас, нет никого краше, чем мы любезные. Однако такое мнение может сложиться лишь от невозможности взглянуть на себя со стороны, взглянуть пристальней, взглянуть объективней. Иногда нам кажется, что и Бог очарован нами, смотрит на нас и умиляется. Многие из нас как-то принюхались и не замечают вони своих собственных грехов. Как это у Генриха Гейна. Раввины капуцин одинаково воняют. А ведь Бог будет судить нас объективно. Бог ужасающе объективен. Заслужить его одобрение невозможно. Все, что мы можем сделать, это искренне покаяться в своих грехах и попросить Бога, чтобы он благодатью своею, изменил нашу падшую природу. Сам очистил нас от зловония грехов наших и умастил нас благоуханным елеем праведности. Во времена Иоанна Крестителя, в прошлый раз мы об этом говорили, многие так и делали. Приходили и исповедовали грехи свои. Но были и такие, которые приходили к Иоанну из ложных побуждений. Это фарисеи. И невдомек им было, что они окунались и очищались как бы лишь внешне, но грехи-то свои не оставляли. Знаете, есть пластиковые контейнеры для продуктов. И вот представьте, положили вы в пластиковый контейнер кусок колбасы, и он там у вас протух. И вы тщательно моете этот герметичный контейнер, тщательно моете его снаружи, но внутри все уже поросло плесенью, и такое зловоние шибанет вам в нос, если вы откроете крышку, что не дай бог. Вот так и мы иногда похожи на этих фарисеев, как такой вот контейнер с протухшей колбасой внутри. Фарисеи приходят к Иоанну Крестителю на модную религиозную тусовку и не понимают, что угодили на судебное заседание. Поэтому важно помнить, Бог судит этот мир. Давайте прочитаем наш сегодняшний фрагмент из Евангелия от Матфея. Третья глава, с 7 по 12 стихи. Увидев же Иоанн, многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас духом святым и огнем. Лопаты его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Бог судит этот мир. Каким образом он это делает? И вот здесь евангелист Матфей открывает нам четыре очень важных истины о Божьем суде. Во-первых, Бог провозглашает свой суд через верных ему пророков. Сегодня пророческое слово, богодухновенное, непогрешимое и безошибочное, не произносится через людей. Пророки и апостолы лежат в основании церкви, в фундаменте, вместе с краеугольным камнем, самим Господом Иисусом Христом. Поэтому пророческое слово для нас – это сегодня священное писание. Важно, что Божье слово, возвещаемое через пророка, всегда принципиально. Иоанн Креститель неистов, нетолерантен, порождение ехиднины. Звучит грубовато, но уж лучше так, чем пребывать в таком безмятежном неведении. Прислушивайтесь к неистовым и принципиальным людям. Иногда им есть что сказать. Но мы склонны от таких людей избавляться. Иоанна Крестителя убили, хотя лучше было бы прислушаться к его словам и покаяться в грехах. Конечно, Божьи пророки, вместе с тем, смиренны и богобоязнены. Иоанн говорит о себе, как о недостойном, а об Иисусе Христе, как о сильнейшем. Не достоин нести его грязные сапоги. Не достоин вот с обувью его даже иметь дело какое-то. Не достоин развязать ремни у сандалий, то есть подготовить своего господина к купанию, и то не достоин. Ему должно расти, а мне умоляться. И это очень важное дополнение. Потому что есть просто горлопаны, которые кричат, обзываются, а сами-то ничуть не лучше тех, кого обличают. Слушайте тех, кто говорит правду, но и сам способен смириться перед Богом. Божий пророк смирен настолько, что он делает свое дело и не вмешивается ни в свое. Я крещу в воде в покаянии, а он будет крестить вас Духом Святым и огнем. То есть моя задача призвать вас к покаянию. Ваша задача покаяться, но я не возьму на себя божественных функций. Крестить Духом Святым, то есть спасать, убирать пшеницу в житницу свою, или крестить огнем, то есть отправлять в ад, судить, солому сжигать, огнем неугасимым. Это решает Господь, и это решать не мне. Поэтому берегитесь тех горлопанов, которые еще и решают вашу судьбу вместо Бога. То есть занимаются не своим делом. Но уж если вы нашли человека, проповедующего бесстрашно неистого, в смирении перед Богом, и не превышающего своих полномочий, тогда смело можете быть уверены. Бог проговаривает к вам через слова этого проповедника. Повторюсь, сегодня нет пророков, которые получают непосредственное откровение от Бога, но есть проповедники, которые доносят до вас слово Божие, записанное в Священном Писании. А это слово до сих пор живо и действенно. И Бог будет судить вас через слова таких бесстрашных, смиренных проповедников Евангелия Божьего. Вторая важная истина. Бог предупреждает о своем суде тех, кто не покаялся. Бог дает им уничижительную характеристику. Они мерзки по рождении ехиднины. То есть это змея. А знаете, в древности о змеях ходили разного рода легенды. Особенно живучей была легенда о том, что змееныши убивают свою мать, прогрызая ей чрево. И пусть это всего лишь легенда, но кого не охватывает чувство омерзения при виде копошащегося клубка змей. Вот как выглядите вы в своих грехах перед Богом. И мерзость ваша заключается в том, что вы часто идете к Богу лишь за компанию. Кто внушил вам бежать от будущего гнева, спрашивает Иоанн, фарисеев, пришедших к нему. То есть кто же подговорил вас сюда прийти? Зачем вы пришли? Почему вы пришли? Ну, потому что кто-то вам внушил, кто-то сказал, что это модно, что это круто, что так надо. Сегодня сотни и тысячи родителей несут в храмы детей, чтобы их покрестить, не потому, что они искренне веруют, и не потому, что они хотят своим детям передать веру свою, а потому, что так надо, так принято, так положено. А потом они еще и возмущаются, если им отказываешь в крещении детей. Дескать, вы сами сначала станете христианами, а потом уже приносить детей, крестить. Покаяние их бесплодно. Сотворите достойный плод покаяния, говорит Иоанн. Потому что покаяние, это не просто сказать, ну, знаете, был неправ, извините. Да, конечно, просьба о прощении должна содержаться в покаянии, но это не все. Покаяние, это метаноэ, перемена образа мыслей и перемена образа жизни. Причем, не просто плод покаяния нужно принести, а достойный плод покаяния. Если раньше брал, теперь раздавай. Если раньше гордился, теперь смиряйся. Поучал, помолчи. Потому что бывает еще и недостойный плод покаяния. Бывали такие христиане, которые раньше убивали христиан, а потом стали христианами и стали убивать нехристиан. Аллаф Трюгвасон, когда крестился, знаменитый викинг, стал проповедовать Христа с такой страстью, что убивал отказывавшихся креститься, любил затолкать упорствующему язычнику в горло еще живую, ядовитую змею. Те, кто неискренне покаялся, вечно уповают на заслуги отцов. Поэтому Иоанн говорит, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам. Бог из камней может воздвигнуть детей Авраам. То есть, Бог без вас как-нибудь обойдется, и Авраам без вас обойдется. Потому что вы не дети его на самом деле. Вы не поступаете так, как Авраам поступал. Не веруйте Богу, как веровал Авраам. Вы кичитесь своими родственными связями с Авраамом, а делами бесчестите эту связь. Вы постоянно говорите, у нас славные отцы. Но отцы-то молодцы, а вы-то кто? И не позорите ли вы ими отцов своих, своими нечестивыми делами? Поэтому над вами уже и провозглашен смертный приговор. Секира уже при корне дерев лежит. То есть, лежит уже топор. Это не просто подумал человек, а срублю это бесплодное дерево. Да нет, он уже пришел с топором и вот ненадолго отлучился, положил топор у корней. Вот сейчас вернется и срубит. Вам времени-то осталось с гульки нос, а вы все не хотите покаяться. Все на что-то надеетесь. Торопитесь, покайтесь. Времени-то почти нет. Третье. Бог осуществляет свой суд через Иисуса Христа. Многие привыкли, что Христос подобен волшебному коньку-горбунку, который исполняет все ваши пожелания. Встань передо мной, как лист перед травой. Однако Христос не слуга, а грозный судья. Поразительно, что Иоанн Креститель не говорит ничего фарисеям о Божьей любви. Почему? Потому что Божья любовь для тех, кто способен ее оценить. Для тех же, кто лишил себя Божьей любви, остаются лишь его ярость и суд. Вот идет, говорит Иоанн фарисеям, и говорит о грядущем, как о судье. Суд его неотвратим, как неотвратима смерть. Он идет к нам, и остановить его невозможно. Да, он идет навстречу смерти своей, для того, чтобы спасти тех, кто откликнется на призыв, раскается в грехах. Но он идет и для того, чтобы воскреснуть, и чтобы второй раз явиться для суда над непокаившимися. Бог идет к нам, но только от нашей реакции зависит, чем станет для нас эта встреча с ним, радостью или ужасом и горем. Он тот, кто сильнее самого сильного и выше самого великого из людей. Иоанн Креститель из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, говорил Иисус. А Иоанн Креститель, говоря об Иисусе, говорит, он более меня. Он погружает кающихся в Святой Дух, то есть спасает, а не покаявшихся погружает в огонь. Греческое слово баптидзо означает погружаю и даже отождествляю. И одни люди, которые раскаются в грехах, будут обожены, а упорствующие будут отождествлены с огнем, преданы огню. Огонь станет их существом, страдания, горе и боль станут неотъемлемой их частью. И он уже готов совершить этот суд, потому что он уже пришел к нам в уничиженном образе и был распят за наши грехи. И снова и снова призывает людей к покаянию. Как это у Кибирова «Всю тебя земля родная в белом венчике изрос, исходил, благословляя, к сожалению, не Христос». Нет, Христос, конечно, тоже обходил и этот ад, но сумняшеся ничтоже, мы сказали не формат, через чур уж он распят. Но он уже судит, лопата его в руке его, то есть вот эта лопата, при помощи которой подбрасывают вверх зерно и солому уносит ветром на сожжение, а тяжелое зерно падает и убирается в житнице. Вот уже сейчас он подойдет к вам и кем окажетесь вы? Зерном или соломой? Потому что Бог может даже из неживого сделать живое, если вы этого возжелаете. Бог из камней может воздвигнуть детей Аврааму. Из нас, бессловесных и бессердечных чурбанов, погрязших в своих животных инстинктах, в своих грехах Бог может сделать детей Аврааму. Сделать верующих из камней наверное это легче. Бог предпочитает более муторный и долгий путь делать верующих из людей, из нас, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божьими. Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Бог судит этот мир. Но как ни странно, у нас есть выбор. Есть такое выражение, Бог тебе судья, а я всегда добавляю, а мог бы стать адвокатом. И если кто-то из вас чувствует, что Бог вот обращается к нему с призывом к покаянию, то не нужно медлить. Нужно прямо сейчас каяться в грехах перед Богом и бежать в церковь, бежать воцерковляться. Неважно, в деревню, к тетке в глушь, в Саратов. Главное, беги на катехизацию, беги на исповедь. По дороге молясь только о том Господе помилуй меня грешного. И тогда Христос станет твоим адвокатом, спасителем, а не грозным судьей. Вот такую историю рассказал нам евангелист Матфей. О том, чтобы вы все, мои дорогие ютубозрители, покаялись и были спасены Христом, я и молюсь. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok